Единственного сына пролил святую праведную кровь За то, что ты, единственного сына, пролил святую праведную кровь Он был гоним для нашего спасения Был б беден, дабы в нем я стал богат Он раны принял нам на исцеление За грешников был праведник распят За грешников был праведник распят Видел глаз людской и слышали уши Как страдала невинная плоть Чтобы знали все грешные души То, как сильно их любит Господь Чтобы знали все люди на свете Как нас сильно всех любит Господь Аллилуйя Слава Богу, слава Иисусу Христу Нашему Спасителю, Господу Искупителю, Целителю И ни в ком другом нет спасения Дамы, господа, братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены мы Которым спасаемся Аллилуйя Спасибо тебе, Иисус Спасибо, спасибо Ты альфа и омега И начало и конец Ты и был, и есть, и грядешь Вседержитель Слава тебе Аллилуйя Аллилуйя Спасибо, спасибо Спасибо тебе, Господь Спасибо за все Спасибо за кровушку твою святую Которую ты пролил на кресте За меня, за всех нас Боже За всех и за каждого Один за всех И все мы Потому За одного За тебя, Господь Потому что ты один за всех Пролил свою кровь, Господь Боже Доказывай свою любовь Пролил свою кровь Являя свою любовь Пролил свою кровь Действительно, любя Действительно Ты был движим не теологией Ты был движим Ничем иным, Боже Ты был движим именно любовью Ты был движим именно любовью Потому что ты есть любовь Никакая теология Тебе не может Заключить в свои рамки В свои смертоносные объятия Ты есть любовь Спасибо тебе, Господь Спасибо Благоставляю всех Кто подключился Сейчас Благоставляю вас Во имя Господне Роман Шалом Куицеда Шалом Мир Господний Народ Божий Аллилуйя Арсений тоже Шалом Всем передает Слава Богу Благоставляю всех вас Во имя Господне Братья Дорогие И Роман И Арсений И все, кто еще подключился Кто-то еще подключился Благоставляю вас Во имя Иисуса И Сегодняшним этим утром Благоставляю Великого Бога Благодарим Господа Слава Иисусу Христу Иисусу слава Иисусу слава Луна и песня Над схилом и Днепра Здесь, правда, Нева Здесь не Днепр Здесь Нева, река Но Я сейчас в Петербурге Но можно так спеть Луна и песня Над Невой Или как Ильо цепи Иисусу слава Иисусу слава Нет, вот Луна Это Так льется песня Над Невой Надо еще поработать Можно спеть еще Пусть над всей землей Славится имя Иисуса И над Невой Здесь льется эта слава И над Днепром И Над Иорданом Там в Израиле На Святой Земле Пусть славится имя Господа Иисуса Христа Пусть вся земля Славит имя Спасителя Господа Иисус уходил Как раз об этом и говорил На Фейсбуке Я Как раз Делал Вчера Позавчера Там как раз Вот об этом Тоже такие маленькие Такие Из писаний Цитатки такие И Иисус уходя Он так и сказал Да нам не говорит Вся власть На небе И на земле Потрясающее исповедание Потрясающее признание Знаете Когда Иисус Был В начале Своего служения И Вот это было Противостояние Противоборство Такое Попытка Врага Дьявола Искушение Да Земная жизнь Иисуса Вот С 30 лет Все на него Так обрушилось Буквально Ему было лет 30 Когда он вышел На служение То есть Где-то около 30 лет Как раз Он И совершил крещение То есть Ну Можно предполагать Как раз Накануне Как раз Вот своего 30-летия То есть Где-то Там в июле В августе Где-то так вот Месяца Получается Потому что Родился он В сентябре Ну Начало Первой половины Сентября Получается 11 сентября Четвертый год До нашей эры Получается Да Три с половиной Года До своего Официального Как бы Религиозного Рождения Вот Историческое Рождение Было чуть раньше Вот его И Получается Где-то Вот накануне Вот этого Я представляю себе Такую картину Вот он приходит На крещение К 30 годам Да Он уже Взрослый человек Он Знатель В полном Рассвете сил И он Вот Приходит На Иордан Креститься Совершает Это Во славу Божью И он говорит Что так Должно исполнить Нам всякую правду И совершает Это крещение И затем Духом Он Да Было сверхъестественное Проявление Всего этого Вот В августе Как раз Я об этом тоже буду Говорить Как раз На соборе У нас Вот В Киеве Вот Было сверхъестественное Проявление Было такое С неба Голос Вот И Дух В виде голубя Спустился На Него Вот Поэтому Вот Само Вот это Событие На преображение Господне Мы будем Как раз И вспоминать Крещение И Кстати Остается Три месяца Меньше Трех месяцев Обращаюсь Сейчас к киевлянам И не только Если вы Не с Киева Допустим Если вы С какого-то Другого города Или страны Но собираетесь В Киеве Быть В августе Месяце И быть у нас На соборе Вот 18-19 августа То Свяжитесь со мной По поводу Еще и Крещения Если Вот К тому Я говорю Чтобы не забыть А то Опять забуду Объявление сделать Это значит Что Если вы готовитесь К крещению Если вы Хотите принять Водное крещение То Как раз Вот мы Будем проводить Это водное крещение Вот Получается 19 августа Понедельник Вот Как раз Во время собора 18-19 августа Мы запланируем Как раз Крещение Вот Там на Днепре Обычно Мы на Днепре Прям проводим Крещение Вот Поэтому Как обещание Служения Богу Доброй совести Вот Даже Даже если вы Были Крещены Как бы Да Вот Как говорится Без меня Меня крестили Вот В детстве Вас окунали Там Крестили Вот Или поливали Или даже В подростковом Даже во взрослом Состоянии Вас крестили Но если это не было Ну Через возрождение Да Это если не было В возрожденной жизни Если это не было Обещанием Господу Иисусу Христу Служения Доброй совести То Конечно Это не крещение Было Это Парфанация Таинства Знаете ли Было Вот Вам нужно креститься Вот Это не перекрещивание Будет Это будет крещение Я об этом подробно Рассказываю И в общем-то Как раз Тоже в начале августа Как раз Вот У нас в Киеве Буду об этом Говорить тоже Вот Поэтому Тоже записывайтесь Ко мне на крещение Вот И вместе с братьями С нашими священниками Совершим как раз Крещение В августе месяце Вот Слава Богу Как раз Будем говорить О крещении Иисуса Вот Хотя Крещение Праздник Он В традиционном Православии В январе Празднуется Но мы Празднуем Вот Как раз В августе месяце Получается Так А ведь Очень хорошо И полезно Вот Так Вместе Молиться Елена Говорит Да На самом деле Очень полезно Это Инозидательно И полезно Вообще Я Очень рад Тому Что Вот Верующие Сейчас Имеют Такую Возможность Вот Даже Допустим Если нет Возможности Физически Быть в каком-то Собрании Пожалуйста Я включаю Там То Киевскую Еврейскую Мессианскую Общину Там Онлайн В субботу То Церковь Победа Паремога Генри Мадава Люблю включать Тоже Другие церкви Пожалуйста Столько Церквей Вообще Столько Онлайн Выходит Сейчас Конечно Русскоязычный Мир Еще И украиномовный Еще Не такой Насыщенный Как Англоязычный Допустим Мир В англоязычном Мире Вообще Если Вы английским Владеете То Вам Вообще Повезло Все карты В руки Как говорится Вообще Потому что Там Просто Тысячи Тысячи Церквей Проводят Богослужения Свои И молитвы В каждом Мгновении Пожалуйста Можно зайти На ютуб И набираешь Молитвы И попадаешь На какое-то Собрание Вот Слава Богу Это замечательно Вот И молюсь о том Чтобы это расширялось И в русскоязычном Мире И в украиноязычном Мире Почему Потому что Действительно Чтобы звучала Непрестанная Молитва 24 часа в сутки 7 дней в неделю Непрестанно В эфире Пожалуйста Разные конфессии Там Баптисты Песятники Православные Католики Там Методисты Адвентисты Там Там Пацифисты Всякие Там Короче Всякие 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 Течения Там Неденационной Церкви Всякие Короче Чтобы было Действительно Вот Насыщенно Вот И чтобы Вместе Славилось имя Иисуса Христа Нами Всеми Слава Господу И Вся земля Чтобы славила Господа Иисуса Вот И действительно Вот Бог дал нам Интернет Не просто так Знаете ли Если для неверующих Интернет Это Лишь повод Еще больше Грешить Проблемы И так Проблемы Еще больше Усугублять Эти проблемы То для верующих Добрым людям Все на здоровье Знаете ли Все на пользу Любящим Господа Призванным По его изволению Все содействует Ко благу Действительно Я в этом Я в этом много раз Убеждался И интернет Это очень сильно Показывает Как раз Очень хорошо Показывает Вот И добрым людям Все на здоровье На пользу Вот И Действительно Святым Это для того Чтобы еще больше Освещаться Ну А нечестивым Чтобы еще Нечести совершать Да Так во всем Фактически В любом Изобретении Человеческого рода В любом Достижении Человечества Во всем Абсолютно Ну В интернете Это просто Наипаче Это видно Еще больше Хорошо Друзья Спасибо Господу За все Шалом Света пишет Да шалом Дети любви Аллилуйя Аллилуйя Как раньше Пели мы Да Мы дети Галактики Да А теперь Поем Мы дети Любви Божьей Мы дети Божьей любви Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Господь Что мы дети Любви Мы дети Твоей любви Святой Спасибо Спасибо Вот И крещение Иисуса, оно было действительно вот таким, такой декларацией, таким провозглашением пред всем миром честным. И он совершил это водное крещение, погружение, как акт такой, действительно, доброй воли, исполнив всякую правду, действительно, пророчество. И что интересно, потом был поведен духом в пустыню, и уже в пустыне, в этом борении, да, враг пытался искушать Господа нашего, вот, и эти искушения, да, врага записаны в Писании, тоже дьявол там Библию цитировал, знаете ли, вот, и, но Иисус, знаете ли, на него там, где сядешь, там и слезешь. Вот, дьявол пытался там цитировать Писание, выдавать из себя такого, этакого знатока Библии, знаете ли, умника, умничал. Но Иисус за словом в карман не лез, и тоже отвечал ему словом, вот, так что словесная такая перепалка, или словесная, как не перепалка, противостояние такое, да, Иисус выстоял достойно, и не просто выстоял, а вышел победителем, действительно, вот, и вот одно из искушений врага, знаете ли, ну, прям он вынуждал Иисуса, как бы, значит, что-то сказать, что-то сделать, но Иисус молодец, там, говорят, самураи очень славятся, на самом деле, вот, такой выдержкой, да, самурайская выдержка, говорят. Да, ну, никто не спорит, у них наверняка выдержка серьезная. Но, когда читаешь вот этот эпизод об искушении Иисуса, для меня вся самурайская выдержка ничто, в сравнении с выдержкой Иисуса. В сравнении с его выдержкой о олимпийской спокойствии, говорят, вот, мой папа увлекался бегом, и вот, все, там, выражение было, олимпийское спокойствие. Нет, спокойствие Иисуса гораздо серьезнее, чем олимпийское спокойствие, и выдержка Иисуса гораздо серьезнее, чем самурайская выдержка. Нет, это совсем другого плана, это не просто на порядок выше, это вообще несравнимо ни с чем, абсолютно ни с чем несравнимо. Иисуса выдержка и спокойствие просто удивляет, поражает, вдохновляет. Иисус, он не стал распинаться там перед врагом, что так, мол, и так, мол, власть мне вся и так принадлежит, я сейчас верну ее, то, что ты у человека забрал. Нет, нет, он не стал ничего доказывать, он лишь сказал, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Все, это его кредо, это его кредо, это его исповедание веры, все. Знаете ли, действительно, там, где сядешь, там и слезешь с него. Здесь он очень четко, очень властно, действительно, исповедовал веру. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 дорогой, спасибо. Аллилуйя! Но, уходя, Иисус сказал ученикам, да и всем нам теперь он говорит, да и всей нашей истрадавшейся планете теперь говорит, да нам не, говорит, вся власть на небе и на земле. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь. Будьмо здоровы! Да, спасибо, Господи, спасибо. Это как такое, аминь, чих такой, да? Ну, это уж другая тема, суеверие. Вот, и хорошо, друзья, сегодня благодарю Бога Всемогущего. И вот местописание из Откровения, в самом начале, да, ну, еще перед трансляцией зачитывал, перед началом, как бы. То местописание, которое на картинке для трансляции. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Аллилуйя! Это из третьей главы, послание, значит, филандерфийцам, да, филандерфийской церкви Иисуса Христа. Послание Иисуса. Аллилуйя! Есть послание Павла, послание Петра, послание Якова, да. Но в новом замете есть послание Иисуса. Да, церквям он пишет послание, короткие послания. И под диктовку, да, Иоанн записывает эти послания Иисуса. В том числе и ефесянам. Поэтому я иногда в церкви тоже спрашивал, а сколько посланий есть ефесянам? Братья говорят, ну, одно послание. Говорю, не, неправильно, говорю. Их два послания ефесянам. Одно послание ефесянам апостола Павла, значит, записано. Второе послание ефесянам, это уже послание самого Иисуса Христа. И мы зачитывали как раз там на служение послание Иисуса ефесянам. А это филадельфийцам, о филадельфийской церкви. Вот в восьмом стихе, третья глава. Ну, вообще, вторая и третья главы, мы знаем, да, откровения, они чем-то знаменательны для нас. В эти две главы, всего лишь две главы, казалось бы, да, но в эти две главы столько поместилось вообще, просто уму непостижимую человеческому и ангельскому также. Вот, знаете ли, семь посланий Иисуса Христа. Вот, говорят, в краткости, сестра таланта, знаете ли, восхищаемся мы посланием Иоанна, восхищаемся посланием Петра, Павла, Якова, послание замечательное, вот, слава Богу за послание Иуды. Вот, значит, да, хорошо, что братья писали послания, слава Богу за помазанные эти послания. Но, когда доходишь до послания Иисуса, вот, скажу так, восхищению нет предела. Вот, честно говорю, я вот, когда разбираю послание апостолов, да, значит, это замечательно, но когда апостолов, да, послан посланных, да, в этом смысле Иисус тоже является апостолом, посланный тоже, да, но апостол Иисуса, ну, говорю, послание, это ни с чем не сравнимое послание вообще. Они краткие, тезисные, знаете ли, знаете ли, прям вот, но не в бровь, а в глаз. Вот, там нет никакой воды, там вообще там, ну, будем так говорить, никаких отвлечений в сторону, там, никаких там ремарок, замечаний каких-то, абсолютно. Там все по существу. Знаете ли, я думаю, Иоанн, записывая эти семь посланий, был в таком восхищении, я думаю, значит, это было что-то с чем-то. Вот, деление на главы, это уже более позднее такое, знаете ли, да? Ну, понимаете, наверное. Да, я думаю, многие это знают прекрасно, осознают, что деление на главы, вот, Библии на главы, на стихи, это более позднее гораздо, вот, средневековое такое изобретение. Нет, оно полезное изобретение, конечно, никто не спорит, иначе, как бы, допустим, мы ориентировались в Писании, особенно в наш век, скоростей, как говорится, да, в наш век, как бы мы вообще ориентировались в Писании, вот так вот, на публике, допустим, чтобы сослаться на какой-то фрагмент Писания, там, то проще, конечно, назвать главу и стих. И уже у всех понимание, да, это говорится о том-то, или то подразумевается то-то и то-то, допустим, или цитата оттуда-то, допустим, все уже понимают. Но, когда писалось послание, то это, конечно же, писалось одним письмом. Мы же письмо свое пишем, допустим, кому-то, сейчас редко кто-то пишет уже, но, в основном, электронные письма, но, когда мы пишем письмо так вот, допустим, значит, от руки, то, да, мы же не пишем глава, там, вторая, там, стих такой-то, там, не-не, мы пишем одним посланием. Вот, но, если делить на главы книгу Откровений, ну, может, это не совсем будет красиво, но, если я бы делил бы на главы, я бы вот все эти семь посланий поделил бы по главам, то есть, каждое послание как отдельная глава. Пусть это будет, может, не так красиво по-человечески, но по духовной сути это было бы правильно все-таки, правильней, на мой взгляд, потому что в каждое послание, пусть оно короткое, пусть оно, они действительно очень тезисные и короткие, но в них емко настолько много всего помещено, что, вот, действительно, человеческому уму непостижимо. Имея лишь ум Христов, будучи возрожденным человеком, да, значит, вот, вникая в себя и в учения, ты начинаешь действительно, вот, разуметь эту мудрость, эту. И вот Иисус, в том числе, в Филипфийской церкви говорит, что вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Знаете, я рассуждаю сегодня так, что, действительно, когда он открывает двери перед нами определенные, да, то никто не может закрыть. Но самое главное, я считаю, о чем, конечно же, сегодня хочу провозгласить, спасибо тебе, Господь, что это дверь благовестия, дверь Евангелия, дверь благовестия этому миру, благовествования этому миру. И эту дверь подлинно никто никогда не сможет затворить. Спасибо тебе, Господь. Поэтому сегодня тоже на молитве обращаюсь ко всем вам, молитвенникам. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, провозглашайте Евангелие Христово, Евангелие Царства Божьего. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Ведь каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человек, это еще как будто бы одна пять земли, отвоеванная у Царства Тьмы и перешедшая в Царство Света. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже Всемогущий. И ты действительно открыл двери благовествования. Ты действительно открыл двери Евангелия для всей нашей истрадавшейся земли. Боже Всемогущий, благослови нас всех. Аллилуйя. Арсений тоже здесь спрашивает. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас не совершаете причастие на трансляциях. Совершают причастие на трансляциях тоже, да. Иногда нет, иногда да, но, по крайней мере, даже если не в прямом эфире, то я к этому побуждаю всех вас, друзья, братья и сестры, побуждаю каждого, вот, к тому, к каждого верующего, к каждого возрожденного свыше человека, всех детей Божьих призываю к этой Евхаристии, к хлебопреломлению. Поэтому, если вы приготовили, то, да, вот, настраивайте себя. Если нет, то приготовьте прямо сейчас, приготовьте, возьмите хлебушка себе немного. У меня здесь вот, у меня маца. У меня маца, я взял дорогу с собой. Это, ну, опресники, проще говоря, опресники. Вот, и беру кусочек мацы, вот, рассуждаю. У меня сегодня, вот, просто вода. Просто обычная, вот, вода. Вот, и хлеб и вода. Часто я так совершаю причастие. Вот, ну, на трансляцию обычно стараюсь какой-то там сок или там, или компотик какой-то сделать, но сегодня даже и не сделал. Сегодня просто воду, да, опять-таки сделаю. Вот, с водой причастие сделаю. Вот, и, друзья, знаете, не качество вина или хлеба причастия, а качество нашего рассуждения о теле и крови Христа. Вот, я поэтому, вот, и Арсений, и вам говорю, и сейчас, и всем братьям, сестрам, рассуждайте о теле и крови Господа Иисуса Христа. Рассуждайте. Вот, и в этом, не знаю, я... Честно говоря, я только лишь в этом нахожу силы сейчас. Черпаю силы. Исцеление, освобождение, благоставение все мое через кровь Иисуса Христа. Все мое спасение через кровь Иисуса Христа. Даже если сейчас у вас ни хлеба, ни воды, ну, я не знаю, такая экстремальная ситуация какая-то, бесконтактно совершайте причастие. Я делился и в Киеве у нас об этом, как раз рассказывал, и вот, и уже здесь уже об этом тоже немного говорил, тоже, и в собрании. Что я называю бесконтактным причастием? Это когда, допустим, нет, ну, по обстоятельствам, нет, допустим, нет ни хлеба, ни воды, вот, с собой, или такие условия, что ты не можешь, вот, принять ни хлеб, ни воду даже, вот, значит, не говоря, там, про сок, там, или вино, значит, там, или хлеб, значит, там, нет, ничего нету. Но ты, вот, умом своим просто воспаряешь в небеса, ты причащаешься к телу крови Христа. Каким образом? Бесконтактно. Рассуждая о теле и крови Христа. Благодаря Бога за кровь Христа. И много раз переживал я подобное, и в прежние годы, и в этом году. Рассуждая о теле и крови Христа. Просто умом своим, душой своей всею, переносясь, как бы, на Голгофу, на крест, у креста, Иисуса Христа находясь. Это кровь Христа, она омывает меня от всякого греха. Я сейчас не ем хлеб, я не пью ни вино, ни воды, ничего, но я сейчас, уже сейчас причащаюсь. Это бесконтактное причастие, я называю, бесконтактное причастие. И это духовное причастие Господа. Со староверами я разговаривал на Аляске, вот, штат Аляска, значит, в США, значит, и там много старобрядцев, довольно достаточно, и разных толков тоже. Но я со старобрядцами уже много общаюсь, я общался и в России, и в Украине, и в Белоруссии, встречался с разными старобрядцами. Вот, и для меня было очень таким большим благословением за океаном, там, в США уже пообщаться со старобрядцами, побыть у них тоже, и в собраниях в том числе. Вот, там есть поповские собрания, есть беспоповские собрания, разные. Вот, и знаете, интересно тоже, беспоповцы, они самые такие, на первый взгляд, чудные, но, на самом деле, присмотревшись, понимая, что не чудные, а чудные, что действительно, интересно очень, братья. Я говорю, а как же вы причащаетесь без попов-то? То есть, ну, у них священников называют попами, от слова папа, да, отец, ну, древнее такое наименование, заслуженный священник, протопоп, а так поп просто. Такие старые наименования, у нас уже так не называют, вот, с Петра Первого в новобрядческой православной церкви такой уже, то называют не попами, а иереями, на греческий манер, а протопопов у нас называют теперь протеиереями. Начиная с Петра Алексеевича, ну, вот, Петру Первому больше, вот, как бы, начал такую реформу такую. Но дело не в названиях, конечно, что не поп, то и батька, главное, чтобы, значит, действительно, чтобы были отцами, рожали через благовествование, через Евангелие души людские. Вот, и я беспоповцев спрашиваю, я же знаю, что у них там нет таинств, они не совершают эти таинства. Но это было мое такое, знаете ли, неправильное, значит, мнение. Оказывается, совершается-таки у них Евхаристия, но совершается духовно, бесконтактно. Вот, и я, как бы, очень сильно был благоставлен там, недалеко от Анклиджа, как раз, в общине старобрядцев. Вот, и потом туда вот, аж почти ближе к Заполярью, туда, под Фейербенк, самые туда ехали еще, тоже братья-беспоповцы, каким образом, они Евангелие, ну, они двоеперстия, мы троеперстия крестимся туда, в обычный храм заходим, допустим, троеперстия, а там у них двоеперстия, они раз перекрестился двоеперстием, открывает Евангелие, поцеловал Евангелие, и говорит мне, представляете, у них там, наставник у них называется, или как там там, я забыл уже, честно говоря, надо же, давно с беспоповцами не общался, вот, короче, или наставник, или кто там у них, то есть, ну, старший, старший брат там у них, да, ведущий, как бы, значит, и обедницу там, и прочее, то есть, обедник у них не служится, потому что нет попов, а обедница, там, что-то еще там, часы там, вот, и открывает Евангелие, целует, и говорит мне, он потом вот, вот, смотри, говорит, вот, это я причащаюсь сейчас телу и крови Христа, как говорю, а вот у них такое есть понимание, вот, преломляем хлебушек, каким образом, открываем Евангелие, читаем, рассуждаем, вот, и вот через это рассуждение мы причащаемся телу и крови Христа, думаю, молодцы, думаю, да, интересно, интересно, и потом уже, там, немного познакомившись, познакомившись с их бытием, житием, я понял, что действительно-таки причащаюсь от тела и крови Христа, потому что кровь Христа действует среди них, верующих, да, это правда, слава тебе, Господи, слава тебе, аллилуйя, спасибо тебе, спасибо. Братья, сестры, и пусть Бог благоставит во всех возлюбленные, причащайтесь, поэтому причащайтесь, я нахожу в этом действительно вот, ну, и укрепление свое, и в самом рассуждении о теле и крови Господа моего, Спасителя моего, Иисуса Христа, спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, благодарю. Спасибо. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, Благодарю тебя, Отец, Бог мой, Иегово, Творец неба и земли. Благодарю тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю, Я тебя, мой Бог, люблю, Я тебя, Господь, люблю, И за все благодарю. Благодарю, за Голгофу, за кровь, Я тебя благодарю, я тебя благодарю, Я тебя благодарю, за воскресенье твое, За победу твою, за Голгофу, за кровь, Я тебя благодарю, за воскресенье твое, За победу твою, за победу твою, Благодарю тебя, Отец, Благодарю тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, я тебя, мой Бог, люблю, Я тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. Аллилуйя, 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 Братья, сестры, Сегодня Вот это место из Писания, которое я провозглашал, Еще раз Весь этот стих 8, читаю 3 главы Откровений Знаю твои дела, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, О, спасибо тебе, Господь, Он знает наши дела, Конечно, да, мы знаем, что Он смотрит на сердце человеческое, Знает наши мысли, все, но так приятно, что Он знает наши дела, Так прекрасно, что Он и дела наши знает, Аллилуйя. Андрей тоже здесь пишет, да, Корчагин, Брат Сергий, благословений на Нивах Божьих, аминь, Вот, аминь, 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 благословений на Нивах Божьих, аминь. Знаю твои дела, Он говорит, Вот, я отворил пред тобою дверь, И никто не может затворить ее, Аллилуйя. Ты немного имеешь силы, и сохранил Слово Мое, И не отрекся имени Моего, Аллилуйя. Братья и сестры, Бог Две тысячи лет назад, Отворил двери благовествования, Двери Евангелия, Двери благовестия этому миру, Но, к сожалению, и тогда, и сейчас Очень большая беда в христианстве, Сейчас она очень так вот выпукла, Видна эта беда, Что двери-то открыты, А в дверях открытых, Но христиане стоят и не идут. Господь говорит, вот, я посылаю вас. Да, но, как правило, Большинство верующих так, знаете ли, Околдованы, очарованы, Околдованы всякого рода теологией, И всякого рода вот этой богословием, Всяким бессословием, точнее даже, Околдованы всякого рода Религиозной магией, оккультизмом, Околдованы, очарованы Всякого рода, знаете ли, вот, традицией, Традиционализмом, И не входят в эти двери, Не идут благовествовать. Знаете ли, это большая беда. На самом деле, христианин, Христианин неблаговествующий, Это, ну, я к ней христи уже, По сути-то, живущий. Потому что, действительно, Это от недостатка, вот, любви, Недостатка того, что мы пропитываемся этой, Не пропитываемся этой любовью. Когда человек пропитывается этой любовью Божьей, То он не может неблаговествовать. И, понимаете ли, Причастие Евхаристия, Для меня это, Это, как для христианина, Это, в первую очередь, как раз, вот, именно, Пропитывание, вот, Действительно, вот, этим Посланием любви. Самой любовью Божьей. И когда размышляешь о теле крови Христа, Я заметил, когда, допустим, На людях, вот, Не можешь благовествовать. Стесняешься. Вот. И, конечно, Хорошо, когда кто-то из верующих есть рядом с тобой. Но если никого нет, и ты, вот, Пожелание имеешь, конечно, Хочешь благовествовать, но стесняешься, Не можешь рот открыть. Знаете, что помогает мне? Такой простой, даю такой тренинг, Как бы, да, простой совет даю, Делюсь маленькими хитростями такими. Вот. Хотя это никакая не хитрость, Это действительно, ну, За что купил, за то продал, что называется. Вот. Дело в том, что Мне помогает в таких случаях, Вот, я понимаю, что рот не могу открыть просто вообще. Вот. И что обо мне люди скажут, Что обо мне люди подумают, Начинают думать сразу все, А это пиши пропало. Вот. Или там какие-то теологические какие-то, Богословские всякие бредни в голову лезут всякие. Вот, значит, и, И дьяволу, знаете ли, Не важно, чем нас искушать, Лишь бы мы замолчали, Лишь бы мы... Цель врага, чтобы церковь молчала, Чтобы не благовествовала вообще. Поэтому там, где Даже какие-то там Семинары, конференции, значит, там, Значит, там, ну, Хорошие доктрины, учения, там, Теологии, катехизисы. Но там, где Этим самым церковь останавливается от благовествования, То, знаете, за всем этим стоит дьявол. Сто процентов. То есть, даже если там славится имя Иисуса Христа, Там, даже если там... Не важно. За... Именно Кукловодом За этим всем стоит дьявол. Сто процентов. И наоборот. Очень легко проверить. Не всякому духу верьте, братья. Вот. За всякого рода тоже. Теология, конференциями, прочее. Там, где есть как раз посыл благовествования, Там всегда Является... За ним, за всем этим стоит сам Христос. Божий Дух Святой. Отец Небесный. Сам Бог Святой. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. И вот дверь открыта, но... И никто не закроет ее. Никто. Враг пытается закрыть. Каким образом? Дверь-то он не может закрыть. Но он делает то, что он может делать. Это закрывая вот здесь двери. И вот здесь двери. Для Божьей любви. И мне помогает, знаете что? Я в этот момент начинаю говорить самому себе. Думать в мыслях своих. О крови Христа. О жертве Христа. Что она не напрасной была. Что кровь Машеха была пролита за всех нас. Не только за меня. Не только за верующих отдельно там. За конфессии, динаминации. Нет-нет. За весь этот мир. И вот эти люди, которым... Сейчас вот я хочу открыть рот и благовествовать. Даже если они совсем далеки от религии, от конфессий всяких. И вообще от богопознания. Страшно далеки вообще от всего этого. Но все равно. Ведь из-за них пролита кровь Машеха. Кровь Христа. Агнца Божьего. И вот размышления именно о крови и теле Христа. О теле Ламимом. За всех нас. И крови пролиты за всех нас. Вот это помогает мне наконец-таки открыть рот. И благовествовать. Вот. Поэтому делюсь с вами. Слава Богу. И сила Божья. Через Евангелие это приходит. И не только в жизни этих людей. В судьбу этих людей. Кому благовествую. Но и в мою жизнь приходит Евангелие. Силы. Через Евангелие благовествования. Через благовествование приходит сила Божья. Ко спасению всякому верующему. И тому, кто обращен, обращается. И тому, кто проповедует. Даже не поймешь, кому больше повезло в этом отношении. Да. Слава Богу. Так что. Сегодняшний тоже посыл. Почему я каждый день еще причащаюсь. Чтобы размышлять о теле и крови Христа. Чтобы углубляться как раз в эти размышления. Пропитываться божественной любовью. Потому что, когда пропитываешься этой любовью, ты не можешь молчать. Ты не можешь не делиться этой любовью вообще. С окружающим миром. Вот. Тогда, действительно, когда мало пропитываешься этой любовью, то и мимо больного человека пройдешь запросто. А когда пропитываешься этой любовью, то не можешь пройти мимо, не помолившись за этого человека. Когда мало пропитываешься этой любовью, мало размышляешь о крови и теле Христа, то мимо грешника пройдешь спокойно. И ничто тебя там не йокнет даже вообще в сердце. А когда пропитываешься Божьей любовью, то не можешь пройти мимо грешника. Вот. Поделишься этой любовью. Поделишься благовествованием. Слава Господу. Аллилуйя. Вот. Но есть зло, правда, еще худшее. Когда человек открывает рот, но он не пропитан Божьей любовью. Вот. Не размышляя о теле и крови Христа. Не размышляя, не пропитываясь этой любовью. Или сам еще не пережив духовное возрождение. Лишь на пути к этому много христиан таковых. Вот. И тогда, действительно, зло еще больше бывает. Вот. И человек, он, ну, несет такое и старое и новое. Всяких нижних научное царство Божьего. Да. Вот. Тоже в то время была примерно такая же самая вещь. Что значит, что да, и старое и новое нес человек. Вот. И такие товарищи есть и сейчас. Хорошо, друзья. И, размышляя о теле и крови Христа, давайте вот действительно пропитаемся это Божественной любовью. Божественной любовью. Что? Любовь нас, это Божья, объединяет. Ведь Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Спасибо тебе, Господь. Ты мое спасение. Ты мое исцеление. Ты мое освобождение. Ты, действительно, ты и только ты. Я просто обычной воды. Вот. И хлеба. Беру воду и хлеб сегодня. Вот. Хлеб у меня простой. Самый простой, который можно себе представить как вообще. Во всей вселенной нашей. Да. Это маца. Это опресники. Это маца. Вот. Вот. Спасибо, Господу, за все. Спасибо. Маца. Как много в этом слове для сердца нашего свелось. В еврейском сердце отозвалось. Маца. Маца. Хлеб. Освобождение. Кстати, сегодня у нас. Интересно даже. Сейчас. Так. У нас 24 мая сегодня. А по библейскому исчислению 19 ияра. Вот я рекомендую на гаджеты ваши. Тоже скачайте. Простой еврейский календарь называется. 19 ияра сегодня. Вот. Вот. Сегодня продолжается еще. Вот это вот. Ну, то, что мы называем. Песахшени. Ох. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Вторая неделя пресночная, будем так говорить. Уже после. Постпасхальная. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Благодарю тебя за все. За твою любовь. За жизнь. За кровь святую пролил на кресте. Ты пролил свою кровь за всех нас. И кровью Иисуса Христа, и телом ломимом Машиаха, я спасен, исцелен, благословлен всеми благословениями небес. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Святой, великий Бог Израиля. Слава тебе, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков и Иегова, имя Твое сущий на небесах. Аллилуйя. Благодарю тебя за великий дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашим, Спасителе нашим, Сыне Твоем, Агнце Твоем, Заклоном. Спасибо. Спасибо за Духа Святаго. Спасибо за эту благодать. Спасибо за то, что действительно открыта дверь благовествования всем народам. И никто не может закрыть эту дверь. Только лишь здесь враг пытается и здесь закрыть нас от того, чтобы войти, входить. И толпы христиан стоят в открытых дверях. Страшное зрелище, Господи, но я прошу Тебя, пусть очнутся, проснутся, придут в себя христиане. Из этого гипноза, из этого очаровывания, колдовства религиозного, богословием, традиционализмом, конфессионализмом всевозможным, завистью, осуждением. Пусть очнутся от дурмана и миллионы и миллионы верующих выйдут в поля благовествования народам. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, мой Бог и Царь. Благодарю Тебя, кровью Иисуса Христа, жертвой Святой Твоей. Я исцелен, прощен, благоставлен. И ничто не отлучит меня от Твоей любви. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Спасибо. 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 Иисус, спасибо. Господь, спасибо. 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 Мой Царь, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал. О, спасибо. Господь, спасибо. О, спасибо. Благодарю, о, спасибо. мне дал ты за меня жизнь свою ведь отдал мой Господь спасибо благодарю за спасение за исцеление за жизнь вечную дар твой слава тебе слава и хвала благодарю тебя Господь благодарю тебя слава тебе аллилуйя спасибо спасен я через кровь Христа исцелен я через кровь Христа освобожден я через кровь Христа спасен я через кровь Христа силы тьмы трепещут они побеждены дух, душа и тело совершенно спасены есть совершенное спасение спасение через кровь Христа спасен я через кровь Христа спасен я через кровь Христа исцелен я через кровь Христа благословлен я через кровь Христа освобожден я через кровь Христа Те силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасение, спасение через кровь Христа Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя Я и Отец одно, кровь Христа в моих жилах Плоть Христа, это я, тело Иисуса Христа Это я, это ты и я, это одна Божья святая семья Аллилуйя, Я и Отец одно, спасибо Величайшее таинство, Христос в нас, упование славы Аллилуйя Братья и сестры, благовествуйте благовествование Христово Евангелие, Царство, говорите людям о великой Божьей любви О том, что Бог действительно есть любовь И являйте эту любовь истрадавшемуся человечеству Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте Прокаженных очищайте, даром получили, даром давайте Христос с нами и Христос посреди нас И есть и будет, аминь Да благословит тебя Господь и сохранит тебя Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь, 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 аминь Благословляю всех вас, братья и сестры Из города Санкт-Петербурга С берегов Невы Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия И по скриптам напоминаю, что в августе месяце Приглашаю всех на собор к нам в Киев Вот, 18-го, 19-го августа Вводное крещение Если вы собираетесь креститься, принять крещение То напишите мне так же Вот, как раз и какие-то вам вышли уроки Тоже занятия Вот, и уже в августе месяце увидимся И покрещу вас с превеликим удовольствием Вместе с нашими священнослужителями Совершим крещение Вот, и киевлян, и гостей столицы Кто будет как раз вот К окрещению настроен Так что, обещание Богу Служение доброй совестью Аллилуйя Никакого педобаптизма Только баптизм Только баптизу Только, действительно, погружением Господа нашего Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо, спасибо, спасибо Благословляю всех вас во имя Господне Аллилуйя 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 Продолжение следует...